Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Глава Республики Рашид Тимрезов в своем телеграм-канале сообщил, что на очереди открытие новых производств. Это трикотажно-швейная фабрика «Гостекстиль», производственная мощность которой составит 2 миллиона изделий в год. Автоматическая линия по сортировке PET-бутылок ООО «Селена». Новая линия по производству пневмобаллонов мощностью 100 тысяч штук в год на заводе РТИ. И как отметил глава Республики, каждое новое производство – это новые высокотехнологичные рабочие места, налоговые поступления в бюджет, укрепление промышленного сектора в структуре экономики региона. Радуют темпы и с января по июль текущего года Карачева-Черкесия стала лидером по динамике индекса промышленного производства среди регионов СКФО. Сейчас на этапе реализации находятся еще несколько инвестпроектов в сфере промышленности. Также завершается работа над стратегией развития промышленного производства. Важным направлением является работа по наращиванию кадрового потенциала. По поручению Рашида Тимрезова в целях подготовки кадров под запросы отрасли синхронизировали свои учебные производственные планы сразу три министерства – экономики промышленности, торговли, а также образования и науки. В эту пятницу двойной праздник отмечает наш регион. День рождения Карачева-Черкесии и день нашей республиканской столицы. Ну а сегодня в преддверии знаменательной даты председатель Народного собрания Александр Иванов почетными грамотами и наградами от республиканского парламента отметил наиболее отличившихся в разных отраслях. В числе награжденных – педагоги, врачи, общественники, инженеры и законотворцы. Спикер парламента поблагодарил всех собравшихся за профессионализм и отметил, что они способствуют развитию и процветанию республики. Укреплению дружбы между народами к поздравлениям Александра Иванова присоединился первый вице-спикер Дагир Смакуев. Он также поблагодарил награждаемых и подчеркнул, что такие люди являются гордостью Карачева-Черкесии. Сегодня Карачева-Черкесия – это пример для всей России, как должны жить между собой и общаться, и дружить народы разных национальностей, разных конфессий. Еще раз всех вас хочу поздравить с праздником и разрешите выполнить приятную миссию, поблагодарить вас за то, что вы делаете. Очень люблю людей, помогать людям, люблю детей особенно. Нравится получать моральное удовлетворение своей работы. Пошла по стопам отца, который работает уже больше 40 лет в медицине, тоже известный доктор Гуков Мухаммедович. А я уже где-то больше 15 лет в профессии. Я счастлива, что я живу в этой республике. Очень. Вы знаете, это как букет. Вот смотрите, какие разные цветы здесь, а в одном букете. Вот это же нормально, да? Красиво. Вот поэтому, я думаю, у нас живут исключительно красивые люди. Сегодня в Доме правительства прошло вручение удостоверения избранному депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва Султану Джишарбековичу Узденову. Председатель избиркома Карачева-Черкесии Лариса Абазалиева подвела черту под итогами выборов, отметив, что кампания прошла открыто, гласно и в соответствии с законодательством. Вручая удостоверение, она пожелала Султану Узденову успехов в работе на благо нашего региона и всей России. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-11, в горах минус 1, плюс 4, а днем 22-27 градусов тепла и местами до плюс 18. В Черкесске без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 9-11, а днем 24-26 градусов тепла. Теперь газ появится и в ауле Верхняя Тиберда. Газопровод в этот населенный пункт был проведен несколько лет назад. За последние два года по улицам были проложены порядка 10 километров уличных газораспределительных газопроводов. Мобильный офис компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» позволяет жителям высокогорного аула, далеко не уходя из дома, подать заявку на догазификацию. О том, как проходит процедура принятия заявки, узнавал Алихан Лепшоков. Раньше в холода нам приходилось топить дома с помощью дров, но теперь мы надеемся, что газ придет в каждый дом, отмечают жители аула Верхняя Тиберда. За два года на улицах были установлены распределительные газопроводы, что позволит теперь людям к ним подключиться, чтобы в домовладении пошло тепло. Мобильный офис компании «Газпром» распределения «Черкеск» дал возможность жителям аула, не отходя от дома, подать заявку на догазификацию. Догазификация, напомню, предполагает доведение газовой инфраструктуры до границ земельного участка. И до недавнего времени проведение работы внутри земельного участка было заботой абонента. На сегодняшний день в республике принято две меры поддержки, которые упрощают эту процедуру, в том числе финансово. Во-первых, это постановление номер 99 правительства Карача-Черкесской республики, согласно которому абсолютно для всех заявителей подразумевается строительство газопровода от забора, от границы земельного участка до стены дома. Второй вид социальной поддержки предоставляется для 13 категорий льготных граждан. Это позволит жителям воспользоваться сосубсидированием для проведения газовнутрь домовладения, куда входит оплата необходимых материалов и газоворудования. Жители с радостью уверяют, что работа мобильного офиса намного облегчила задачу в плане подачи заявки. Надоело уже, наверное, дровами топить газ. Все ждали газ. Сегодня подаем заявление. Очень благодарна, что газификация идет у нас в селе. Очень рады, что у нас приехали газпром, и нас обрадовали, что они приехали, которые не могут ехать куда-то. Мы благодарны всем. Сотрудники компании «Газпром» газораспределения «Черкеск» подчеркивают, что каждый может подать заявку, и для них будут построены распределительные газопроводы. До холодов осталось совсем недолго, и поэтому жители аула Верхняя Тиберда ждут подачу газа с нетерпением. Прежде всего, по мере готовности абонентов до конца октября мы планируем осуществить пуст газа в данный населенный пункт. И те жители, где еще не проложены газовые сети, могут подавать заявки, распределительные газопроводы будут построены, и также осуществлена дегазификация этих домовладений. Наряду с этим в соседнем городе-курорте Тиберда также ведется прием заявок на дегазификацию. Всего по улу Верхняя Тиберда была принята 21 заявка на дегазификацию. Важно отметить, что заявку также можно подать и электронно через сайты госуслуг и компании «Газпром» газораспределения «Черкеск». Олег Ханепшоков, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. В Карачаево-Черкесии третий год существует комплексная программа, которая должна помочь снизить количество аварий с участием детей. Как показывает практика, профилактические мероприятия с использованием лаборатории безопасности интересны воспитанникам школ и детских садов. Занятия помогают ребятам лучше усвоить важные уроки. О том, как они проходят, в сюжете корреспондента Артура Мхцы. Около проезжей части идёт практическое занятие по безопасности дорожного движения. Учащиеся Иконхалтской средней школы отвечают на вопросы автоинспекторов межрайонного отдела Адыгихабльский о том, как вести себя вблизи опасного участка. Скорость проезжающих мимо автомобилей сейчас невысока. Возможно, из-за присутствия здесь же стражей порядка. Однако школьники должны в первую очередь полагаться на собственные знания, которые получили от полицейских и представителей лаборатории безопасности на теоретических занятиях. Каждое занятие от друг друга отличается. С малышами мы играем. Мы сегодня были в трёх школах, поэтому мы играли и взяли с собой вот такие игрушки. Со взрослыми у нас идут конкурсы. Мы учим вас переходить дорогу. Правильно кататься на велосипеде, на самокате. На какой цвет переходить дорогу? Сколько существует светофоров? Федеральная комплексная программа, направленная на снижение аварии с участием детей, была запущена в России в 2017 году. В Карачаево-Черкесии лаборатория безопасности появилась спустя три года. Её сотрудники периодически выезжают по образовательным учреждениям республики, а также принимают их воспитанников у себя на базе Аграрно-технологического колледжа. Как правильно вести себя в той или иной ситуации? Каковы требования к перевозке детей? Ответы на эти и другие вопросы юным пешеходам демонстрируют на практике. Всё-таки некоторым ребятам куда лучше даются знания, которые они почерпнули не только из учебника. Например, примерив на себя костюм одного из персонажей увлекательных представлений. Закрепить полученную информацию можно профилактической акцией. Возможно, такие оповещения на тротуаре помогут избежать несчастного случая. С началом учебного года мы проводим ряд профилактических мероприятий и занятий в виде игр и викторин с учениками нашего района, от Гехабльского и Ногайского. Проводим теоретические занятия. Это мы заходим в школу, рассказываем правила дорожного движения. Особенно мы работаем много с первоклассниками, которые только что пришли в школу и не знают ещё, как правильно себя вести, безопасно вернее себя вести на дороге. В том, что такой формат занятий этим ребятам подходит, можно убедиться, выслушав их ответы даже на запутанные вопросы. Есть уверенность, что мальчишки и девчонки уже и сами смогли бы провести уроки безопасности для младших школьников. Как проходит занятие? Вот приходит к вам автоинспектор. Дальше вот что вам говорят? Переходите дорогу, как попало. Нам не говорят такое, потому что мы должны соблюдать правила безопасности. Если мы будем переходить так, то нас, скорее всего, собьёт машина. Для этого есть зебра. Зебра – это дорожный пешеход, где мы должны переходить и светофор. Наверное, скучно, да? Нет, они проводят очень весело и нам очень интересно. А в чём интерес? Вот что ты узнаёшь на таких занятиях? Ну, правила дорожного движения. Мы узнаем много того, что нужно для нашей же безопасности. С первоклассниками мы работаем ещё с детского сада. Мы рассказываем правила дорожного движения не только школьникам, но и дошколятам. Поэтому они нас тоже очень хорошо знают и достаточно хорошо, по крайней мере, теорию знают правила дорожного движения и могут сами рассказать об этом уже в первом классе. Ну и, глядя на то, как мы проводили сегодня практические занятия, тоже очень хорошо могут рассказать и показать на практике, как они это делают, как переходят дорогу. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район. Зима не за горами. Это значит, что пора задуматься о том, как красиво утеплится. А в этом вам поможет меховая выставка «Снежка». Сегодня она распахнула свои двери в Черкесске, в Центре развития предпринимательства. Выставка продажи меховых изделий со скидками до 40% продлится до 18 сентября включительно. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Меховая выставка от компании «Снежка» с 14 по 18 сентября включительно объявила о самой большой продаже шуб со скидками до 40%. Ассортимент огромный и обновленный. Администратор выставки Елена Носкова поможет подобрать нужный вариант. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Самое главное, что я хочу сказать, мы объявляем скидку до 40%. Мы привезли огромный обновленный ассортимент как в классических моделях, так и в ультрасовременных в размерах с 38 по 68 размер. Также имеется большой выбор меховых жилетов. На нашей выставке вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до 3 лет, без первого взноса, без переплаты и никаких дополнительных страховок. При этом вы получаете гарантированно меховой жилет в подарок. 20 минут вашего времени и шубка ваша. Вы можете оформить в рассрочку любую понравившуюся модель и получить меховой жилет в подарок. Вот такая шубка укороченная, рукав-трансформер 58 размера. Стоимость ее 85 тысяч. Если вы оформляете в рассрочку на 3 года, она у вас выйдет 2,360 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки вас приятно удивят. У нас идут скидки очень хорошие, например, на этой шубе. Стоимость ее 140 тысяч. Сейчас со скидкой 84 тысячи. Шубка идет, трансформер, подол отстегивается, рукавчик отстегивается. Цвет графит. Все изделия имеют электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Выставка пройдет по 18 сентября включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8 с 9 утра до 8 вечера. Вас ждут скидки, отличный выбор, качество и идеальные условия рассрочки. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В связи с праздничными мероприятиями, проводимыми в честь 101-летия со дня образования Карачаева-Черкесии и Дня города, в Черкесске будет введено полное ограничение движения для автотранспорта с 8.30 утра до 22 часов. От улицы Кавказская до Умара-Алиева, от Кавказской до Первомайской, от Кирова до улицы Красноармейской, от Советской до Красноармейской, от проспекта Ленина до улицы Кубанская, от Калантаевского до Ворошилова, от улицы Умара-Алиева до Комсомольской. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Спаская». Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова